Открывшаяся в Амстердаме автомобильная выставка не автосалон в привычном понимании, а именно мотор-шоу, специализирующийся на спорткарах и тюнинге. Нынешнее мотор-шоу удивило совместным стендом нидерландской компании Spiker и российской BR Engineering. В автомобильном мире Spiker известен как производитель необычных спортивных машин. За неполные 20 лет своей истории Марка выпустила около 300 автомобилей. У нас есть уникальная коллекция из 12 Spiker в одном месте. Я не думаю, что мы видели подобное еще где-либо, кроме как на заводе. Выпущенных машин могло быть больше, но попытка покупки спасения шведского СААБа едва не привела к банкротству самого Spiker. Устоявшая на ногах фирма пытается восстановить производство и запустить представленную еще три года назад модель Preliator, доработанную версию базового спорткара C8. В прошлом Spiker помогало подразделение Lotus Engineering, после закрытия которого образовался вакуум, заполнить который было предложено российской компанией. BR Engineering под руководством Бориса Рутенберга специализируется на разработке и внедрении спортивных технологий, а также создании гоночных автомобилей. Фирма уже построила прототипы BR-01 и BR-1, успешно выступающие в мировых чемпионатах по гонкам на выносливость в классах LMP2 и LMP1 соответственно. У BR Engineering огромные возможности, а мы нуждаемся в разработчиках для своих автомобилей. Мы хорошо знаем друг друга и легче работать с тем, кто понимает твой продукт как Борис. Одно из возможных направлений сотрудничества – это работа над кузовом и шасси. У Preliator углепластиковый кузов, но шасси еще алюминиевое. Последующие модели однозначно получат карбоновые элементы. В случае принятия российской стороной положительного решения, сотрудничество обещает быть интересным. Ведь Spiker участвовал в Лимане 8 раз, а команда SMP Racing выступает в чемпионате мира на выносливость в самом престижном классе LMP1. Российский прототип BR1 претендует на звание лучшей негибридной машины.